Телеурок Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. И на уроке мы научимся заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых и совершенствовать вычислительные навыки и умение решать задачи. Запомните все, что без точного счета не сдвинется с места любая работа. И традиционно начинаем наш урок с устного счета. Какое число при счете называют перед числом? 55, 39, 50, 21, 99 Правильно, дети! Это числа 54, 38, 49, 20, 98 Уменьшите данные числа на 5 25, 45, 75, 35, 95 Какой же знак поможет нам уменьшить на 5 каждое число? Правильно, ребята! Это знак минус. И что же получим? Проверяем. Числа 20, 40, 70, 30, 90 Следующее задание. Вставить неизвестное слагаемое. Для начала вспомним компоненты сложения. Это первое слагаемое. Второе слагаемое. Сумма. Чтобы справиться с этим заданием, необходимо вспомнить правило на нахождение неизвестного слагаемого. Ребята, вы вспомнили? Давайте проговорим его еще раз. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Какое число нужно прибавить к 8, чтобы было 12? Правильно, дети! Это число 4. Так как от 12 отнимем 8, получим 4. К какому числу надо прибавить 4, чтобы получилось 11? Правильно, дети! Это число 7. Какое число нужно прибавить к 9, чтобы было 15? Правильно, это 6. Молодцы! Вы справились с этим заданием. Найдется ли среди трех чисел такое число, которое равно сумме двух других чисел? 20, 5, 25. Правильно, это число 25. Потому что 25 – это 20 плюс 5. 30, 36, 6. 36 мы получим, если к 30 прибавим 6. Число 54 мы можем получить, если к 50 прибавим 4. следующее число 18, 8, 10. Правильно, это число 18. Потому что 18 равно 10 плюс 8. А как заменить двузначное число суммой разрядных слагаемых? 5 десятков 8 единиц, 4 единицы 6 десятков, 3 единицы 2-го разряда и 7 единиц 1-го разряда? Подумайте, дети, не спешите! Справились? Давайте проверим. Получилось 5 десятков 8 единиц, число 58. 4 единицы 6 десятков, число 64. 3 единицы 2-го разряда и 7 единиц 1-го разряда Получаем число 37. На каком месте справа стоят единицы? Правильно, на первом месте справа расположен разряд единиц. А на каком месте справа стоят десятки? Молодцы, дети! На втором месте. Телеурок Заменим числа двумя разрядными слагаемыми. 58, 64, 37. Воспользуйтесь правилом. Разрядные слагаемые – это десятки и единицы. Проверьте себя. 58 – это 50 плюс 8. 64, это 60 плюс 4. 37, это 30 плюс 7. Заменим 96 двумя разрядными слагаемыми. Правильно, дети! Это 90 и 6. Заменим 85 двумя разрядными слагаемыми. Хорошо. Это числа 80 и 5. Заменим 72 двумя разрядными слагаемыми. Молодцы! Это числа 70 и 2. Найдите сумму только разрядных слагаемых. Вам даны выражения 74 минус 4. 30 плюс 8. 5 плюс 7. Правильно! Это выражение 30 плюс 8. В ответе получаем 38. Ребята, давайте немного поиграем в игру. Определи маршрут. Какие разрядные слагаемые у числа 64? Варианты ответов. 20 плюс 3. 4 плюс 60. 30 плюс 8. 7 плюс 50. Подумайте. Верно, дети! Это выражение 4 плюс 60. Какие разрядные слагаемые у числа 23? Верно! Это 20 плюс 3. Какие разрядные слагаемые у числа 57? Молодцы, ребята! Это 7 плюс 50. Какие разрядные слагаемые у числа 38? Какие вы молодцы, ребята! Это тоже правильный ответ. 30 плюс 8. Мои юные друзья, предлагаю вам отдохнуть. Какие разрядные слагаемые уakhимы? Да, это оченьинственная слагаемые уходы. Но я году реализовала крыльев. Отдохнули, детки? Вернемся к нашей работе. Впереди нас ждет задача. Одинай 15 лет. Она на 5 лет старше Даши. Сколько лет Даши? Что известно в задаче? Правильно, нам известно, что Одинай 15 лет. И она на 5 лет старше Даши. О чем спрашивается в задаче? В задаче спрашивает, сколько лет Даши? Дети, какая это задача? Простая или составная? Верно, эта задача простая. И решается она в одно действие. Предлагаю вам варианты решения. 15 плюс 5 равно 20. И 15 минус 5 равно 10. Выберите верное решение. Правильно. Так как Одинай 15 лет, она на 5 лет старше Даши. Значит, Даша на 5 лет младше. Поэтому 15 минус 5 равно 10. Это верный ответ. Осталось у нас с вами еще одно задание. Решаем примеры. Первый пример. 40 плюс 6 минус 40. Правильно. В ответе 6. Так как 40 плюс 6 равно 46. 46 минус 40. Получаем в ответе 6. Второй пример. 42 минус 2 плюс 8. Верно. Получили ответ 48. Так как 42 минус 2 равно 40. 40 плюс 8 равно 48. И последний пример. 36 плюс 1 минус 7. Подумайте, дети. Правильно. Ответ 30. Потому что 36 плюс 1 равно 37. 37 минус 7. В ответе получаем 30. Телеурок. На этом наша работа подошла к концу. Спасибо за урок, ребята. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова